В целом, да, комикс остается немножко за бортом, мы говорим о переводе фильмов, о переводе игр, прекрасный наклад сейчас был, мы говорим о переводе мультфильмов тех же самых, а комикс как-то остается немножко в стороне. Соответственно, почему вообще, почему нам нужно переводить комиксы? Ну, кроме очевидного момента о том, что это популярно, это востребованные комиксы сейчас крайне часто огранизируются, они еще и переводятся как графический роман, но здесь возникает одна проблема. Графический роман, то есть мы с одной стороны говорим о материале аудиовизуального, но комикс считается романом и переводится он в издательство, то есть отсюда проблема, комиксы подходят как текстоориентированные, то есть опять-таки, как аудиовизуальный материал, как текстоцентрическому, и нам нужно изменить этот подход, то есть начинать рассматривать комиксы с точки зрения четырех каналов, которые в нем представлены, об этом я чуть-чуть позже скажу. И, соответственно, второй момент, то, что комикс очень часто становится видами трансмедийного сюжета. Соответственно, да, маленький момент о том, что поскольку сейчас мы живем в век, в момент информационного прогресса, на нас, скажем так, сваривается, грубо говоря, огромное количество контента, в котором, ну, большая такая, с одной стороны, поводит, потому что для того, чтобы найти что-то стоящее, нужно действительно поискать. И мы хотим каким-то образом сами самообразить себя и делаем это через разные, в том числе, соцсети. Наша повседневная жизнь, она, в принципе, связана с таким самовыражением использования многих платформ. И по большому счету можно сказать, что мы очень много документировали в жизни. То есть мы не столько живем, сколько вот рассказываем ее. Соответственно, мы можем называться поколением соцсети и поколением трансмедийности. С другой стороны, испокон веков, там некая такая универсальность. Мы любим рассказывать истории, почему мы это делаем, потому что мы обознаем так жизнь. Нам интересно все объяснить, а легче всего объяснить через развлечение. Таким образом, у нас таких двух моментов образовался францмедийный сюжет. И если вы не постите два дня в фейсбуке, вас начинают приятно спрашивать, а вы не долел? Именно. Именно так.